Мы будем читать Владимир Алексеевич Соловьев, лётчик-космонавт, профессор Илья Шевченко. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые товарищи. Да, мне очень приятно видеть у вас молодые лица. Очень приятно в стенах такого старейшего... Ребята, вы платили из-за бумажки в факультетку? Да, ребята, вот так должно понимать, кто у нас, кто, какой факультет, какой курс. Мы не знаем. Сейчас подписок будет? У нас будет очень сложная задача, и журналисты, и экономисты, и в их планах рассказывают о технике управления космическими полетами. И очень интересно, что экономисты, и журналисты интересуют управление, как мы разговариваем, космосом. Ну, с чем я хотел бы начать? Значит, наш курс культуры полотенки у меня действительно порядка 10 лет, да? То есть мы с вами будем встречаться после дам, после той территории, значит, с пикси, ну, до полоседьмого, да? Я хочу переносу работать без перерывов, тем, чтобы нам с вами, это в районе полоседьмого, да? Ну, я хочу переносу работать без перерывов, да? Значит, ну, скажем так, вот, что-то похожее, я считаю, вот, у нас на кафедре комплективные баллы. Ну, а что, спустя, что у нас в Кимическом университете уже не полно? Значит, для вас, конечно, я этот курс определенным образом не доорганизировал, потому что мой, 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 вчера, коллега был форматен и журналистиком, и фирмалистиком, и фирмалистиком. Хотя, в некоторых случаях он подразумен, конечно, определенным образом напряжением. Кто действительно интересуется вот этими проблемами, связанными с космическими полосами, с техниками, с космическими полосами, с управлением космическими полосами, я хочу перегомендовать некую литературу. Дело в том, что, ну, сейчас в программе можно не тануть, вы, наверное, знаете ли, кто меня, и литература по технике космических полосов и управлению этой техникой достаточно много, с одной стороны, а с другой стороны, мало. Дело в том, что всегда интересно смотреть книги, которые, ну, такие, емкие, эффективные, не очень надуманные. Если вас интересует, я бы так вам предъявляю буквально две небольшие книжечки, которые, мне кажется, мы прочитаем, как мы можем, независимо от того, как исторически, что на лице есть. Одна книга называется «Техника космических полётов». Автор её Елисей, Алексей Шуниславович, выпущена. Она, скажем, где-то в конце 80-х годов, но в интернете она есть, ее можно найти, там, да, там, распечатаны. Конечно, техника космическая существенно видоизменилась, но тем не менее, такого полного представления о том, что же такое космонавтика, ну, как бы, это вполне достаточно. И вторая книга, конкретно вот, о управлении космическими аппаратами, не только пилотируем космическими аппаратами. Я занимаюсь управлением, как правило, пилотируемым аппаратами, допустим, аппаратами кораблями Союза, Международные космические станции. Станция международного мира говорит. Но нет, не менее, у нас есть еще и разные автоматические аппараты. Так вот, всему этому конкурературу космической техники есть такая книжка, называется «Основа управления космическими полетами». Ее авторы Любинский, Андрей Евгеньевич, и профессор Евгеньевич. Тоже книжка не такая, скажем, уж и молодая. По-моему, она тоже будет в середине 90-х годов. Но очень такая вот подходящая для самого разноплановщика. Вот, что еще? Начальник валюты на стилете, обладает заработку, и рыба. Ну и я бы хотел как построить вот такое время, наверное, около часа. Я буду вам рассказывать о том, что, как, почему это происходит. А потом обязательно хотел бы оставлять время для вопросов или дискуссий. Я абсолютно убежден, что диалог, он немного продуктивнее, чем монолог. Поэтому удивительная просьба задавать вопросы, а не говорить о стиле, потому что все это понятно. Ну, давайте дальше пойдем. Ну, первое, с чего все началось, тут видно, да? Солковский, Королев, Гагарин, но, по-моему, он началось еще несколько раньше. И связано, наверное, с теми, скорее, Солковского, Королева и Келкушева, Славсиловича. Я думаю, что в аквариуме мальчике прекрасно понимается. Академик Келкушев, выдающийся в тематике, сильнейший баллист. Дело все в том, что вот этот первый искусственный спутник Земли, все началось 4 октября 1957 года. Но что значит все? Ведь и до 1957 года гибель, полет, по сути дела, в Космос, по разным ротопределениям ООН, вообще космическим полетом считается полетом на высоте выше 100 километров. Как в который момент он взорвался, взорвался до первой космической скорости 200 километров в секунду, а если быть точным, 7,8 десятых километров в секунду, то, по сути, сделал вроде вот уже как космический полет причинялся. Величайшее проведение Сергея Павловича Карагалова заключалось в том, что первый космонавт Юрий Гагаттин именно совершил орбитальный полет. После него было 4 американских космонавта, которые совершили баллистический полет. Они взлетели, не разогнавшись до первой космической скорости, и при Земле оборудились, скажем так сказать, в тихие темы. Так вот, это по классификации организации объединенных наций, по международной классификации, по космосу не считается космического полета. Так вот, до 1957 года были полеты, все это делали на высоту 100, 200, даже 300 километров. Были созданы такие аркеты, такой мощности двигателей, которые позволяли в вертикальном полете поднять мышек, мушек и даже собачек, некоторые, которые достаточно будет получше вернулись на Землю. Но затем им, так сказать, завалов просто не всем, не как-то понимать, удавалось попреститься на Землю. А вот, что касается, так сказать, уже разгона до первой космической скорости 7700 метров в сентябре, это было, конечно, уже довольно серьезную проблему возникнуть. И только после создания ракеты-носителя, как она известна в Сибирске, ракеты-носительный Союз, только тогда удалось вообще вручную карту, чтобы обращаться в Орузию. И тут вот, чтобы вы, так сказать, отчетливо понимали, ракета, это в своем, так сказать, имеют головную часть космические опары, и все энергетики, и вообще это самое сложное, дорогостоящее, это выводится из пункта гравитационного поля Земли. То есть это бютеновские запомни гравитации. И картина какая? Значит, если бы все 100% энергетики, которые необходимы для того, чтобы выбраться в зону космического пространства, то на решение задачи подняться до высоты больше 100 км, будет примерно 30-35% энергетического запаса топлива, двигателей, ракеты-носителя. А 70% и даже по времени, например, это разгон до орбитальных скоростей. Мы понимаем, там газный разворот, то есть кокет, который осевым, теперь, как и киев, становится относительно поверхности Земли, и вы разгоняетесь до 7800 метров в секунду. Дело все в том, что управлять вот такими достаточно быстро двигающимися космическими аппаратами я удовольствую, но первый случай с пунктом Земли он вообще не управлялся, это было просто тело, где были достаточно большие, тяжелые аккумуляторы, где было довольно много маломашней, передающей, по чему, непринимающей, передающей радиоаппаратуры. Я вот дальше не знаю, в принципе, я с вами еще предлагаю посетить нашу ракетно-космическую корпорацию. Просто можно будет в дальнейшем записаться, и мы покажем вам музей, о чем это мы стали говорить, потому что там есть спутник. Вот это наш второй экземпляр, который можно было очень посмотреть, и много чего интересного будет. Там есть, допустим, капсулы Гагарина и так далее. То есть это более такое предметное познание этого вопроса. Но это, я думаю, мы там ближе поместим, как зима закончится, и так далее. Ну вот, так вот, следующий аппарат, который создавался, особенно перед полетом Юрия Алексеевича Гагарина, была серьезнейшая проблема о том, что, ну, в общем, не очень понятно, как ими управлять. Потому что, ну, первое, какой-то вопрос, ну, как рассказывают очевидцы, задавал теоретность. Первый вопрос, и все, что мы работаем в Ньютоновской физике, или уже близки, так сказать, к физике Эйнштейн. Понимаете? То есть я, конечно, понимаю, что 8 километров в секунду кералландитарная скорость, это не 300 тысяч километров в секунду скорость света. Но, тем не менее, значит, те точности, которые давала Ньютоновская физика, ну, как-то не очень позволяли управляться, не очень позволяли там взаимодействовать. Вот, например, когда была впервые запущена собачка Лайка, там уже стояли приемные устройства, которые, ну, хотели принимать сигналы и на Земле принимать. Но, когда космический аппарат оказался на обиде, а это эфир, это зашумливаемость, это поменья, это масса всяких, так сказать, очень происходящих факторов, звук частоты, может быть, я не знаю, журналисты, историки, не знаю, но есть такой эффект долго-ротилопозору, да, но вы стоите на платформе, да, и на вас движется электричка, она начинает будить. Значит, сигнал, звук от электрички до того, как она до вас долетела, имеет одну тонарность, после того, как она подвращает сигнал, и уже от вас удаляется, имеет другую тонарность. Это, так называемый, пример сдвига частоты эффекта доктора Белокорска, ну, электрички катятся со стольюшка 50-70 км в час, а тут 8 км в секунду. Более мощный этот эффект, и, конечно, если вот это вот проблема, связанная с Доплером, она оказалась очень серьезной, и вот гибель собачки Лайки, а все это мурашки писали в книжке, что там, я даже в одной книжке читал, что она вернулась на землю, нет, это не так, она, к сожалению, погибла, дублер собачки Лайки вернулся на землю, в одном из полетов на корабле «Восток», перед полетом «Гагайка». У собачки Лайки был тоже дублер, я так говорю, но тем не менее, собачки вернулись на землю. А вот Лайки погибла из-за того, что мы не могли выдавать элементарные программы, элементарные команды на вот этот вот объект управления, именуемый вот спутник с собакой на борту, и, по сути дела, там возник перегрев, невозможно было включить систему терморегулятора, и она, к сожалению, погибла буквально через, по-моему, 8 часов. Сукуриду. И вот тут, конечно, очень серьезно, и научное сообщество, особенно математическое, и политическое, как-то стреможность, а в принципе, это вообще на таких скоростях. Можно создать такой вот наземный инструмент управления с тем, чтобы вот каким-то образом управлять этим аппаратом. Потому что, понимаете, я неспроста говорю о ньютонской физике, Эйнштейнской, физике уже квантовых вещей, в том, что, ну, я не знаю, может быть, кто-то, те, кто интересуется, когда стали смотреть вообще вот так, витальные вращения Земли, еще Киев в свое время и других планет, может быть, кто-то читал, что есть такая особенность, она называется особенность Меркурия. Меркурия, как известно, это ближайшая планета к Солнцу, и вот ее орбитальное движение этой планеты Меркурия довольно здорово отличается. И ошибка, когда Кейлперовские, так сказать, орбитальные проекторы считаются, какие вот эти связи с на ньютонской физике, но серьезные ошибки были, там не было. Даже были предположения о том, что между Солнцем и Меркурием есть какая-то невидимая планета, ей даже дали название вулкан, с тем, чтобы как-то объяснить, вот это не совпадило. А когда он слишком подобен, здесь просто через мощного галлюционного поля Земли и близости Меркурия к Солнцу, ну, мощного галлюционного поля Солнца, извините, и близости Меркурия к Солнцу, происходит уже такое определенное, как бы, пространственное, временное искривление. И вот, я вам должен сказать, хоть мы и работаем со скоростями 8 км в секунду, тем не менее, вот, на пилотируемых аппаратах мы это меньше эскизды не чувствуем, а вот, допустим, на навигационных аппаратах, вы знаете, насколько они сейчас популярны, на навигационных аппаратах у нас обязательно есть определенная, так сказать, поправка на вот это вот временное пространственное изменение и эйнштейнинское изменение. Потому что, если бы этой поправки не было, то мы бы очень быстро набирали ошибку и никаких бы метров для наших вот системно-авигационных позиционирований, для чё для себя, для наших, это и сам телефон, каждый из вас сидящий, пользующийся телефоном, который у нас есть, смартфоны и позиционирование, то, значит, если бы вот это в программу приведено и поправки мы не учили, то книгу, в общем, дурительный будет совершенно неудравно. И вот, собственно, а вот, да? Представьте, да, мы, да, а вот, да? Ну, вот, здесь представлен целый набор наших ракет-носителей самых разнообразных, которые, так сказать, создавались для того, чтобы вот добраться до космических проблем в сутки. Ну, и вот космические аппараты, которые... Я так построю лекцию, что сначала будет некая такая прелюдия ко всем лекциям, чтобы войти, так сказать, в тему, а затем уже и... лекциям, а затем что-нибудь начали. И теперь точно все нету. Ну, это вот типичные наши пилотированные аппараты, союзы, прогрессы, в центре станции. Это вот то, с чего начиналась такая уже полдвене долговременная миссия станция САЛУД, станции, которые выпускались в нашей организации в конце середины 70-х годов, если не 10-е. Это станция МИР, значит, какой-то из нескольких этажов состояла вот вот такая программа станции МИР или ШАТЛ. В общем, дело полета просто дело достаточно дорогостоящего, поэтому конечно, всегда имеет смысл выделять усилия, чтобы как-то накладность это сложить по разным карманам, но тем не менее довольно долго у нас была в середине 70-х годов такая программа была Союз Аполлона, когда лунный корабль американский Аполлон был модифицирован не такой корабль как орбитального назначения, а на нашем Союзе наши основные Леон и Кубасов, на Аполлоне там был Том Стаффорд командир, еще командир первых институтов что тогда это было начало международных программ, а потом все заглохло в общем не сделали и поругались с американцами, ну а вот скажем так с середины 80-х годов было понятно, что дальше двигаться не получается, особенно как-то и нас американская мощная структура, которая является главным координатором по названию космического пространства, они пытались создать долго-временную орбитальную станцию, я считаю, как красиво звание Freedom группа, но и справедливо 8 долларов к сожалению не остановились, потому что ничего не получается отменяем с улопа, но вот тогда началась заново эта программа, в следствии которой стал получаться мир в разных новых которых нас свет статистов метал, ну и и а вот это будет окончательно конфигурация станции мир в течение завершающих 15 лет вот серии экспериментов которые мы делали на этой станции в том числе международной вот это уже начало международной космической станции которая ныне летает и которую мы ныне управляем и вот тут ее как бы революция перед изменением постепенное строительство станции до нынешнего положения дела так что вот такая вот эволюция вот смотрите с прошлого Коральный Восток с точки зрения управления буквально вот сколько 48 команд которые станции Радио Восток могли принимать число телеметрических паразитов всего на все 400 международная космическая станция вот вы видите полетов операций огромное количество 11 тысяч команд управления 200 тысяч Марса 300 ну а если говорить о будущих полетах то какие-то жуткие цифры и так управление космическим полетом ну о чем мы собираемся говорить я вам говорю что была серьезная проблема создать инструмент управления любое проектирование строится каким образом сначала определяется все полететь на Луну исследовать те со стороны так сказать орбиты смотреть на какие-то астрофизические объекты на Солнце полететь или на другие планеты сначала определяется цель затем после того как эта цель определена выясняется каким образом с помощью каких технических средств можно эту цель достигнуть какие задачи нужно решить для того чтобы достигнуть ну и затем следующая третья задача это оценить а с помощью каких инструментов бортового управления то есть того управления которое мы оставляем допустим за космонавты или за автоматика наземного управления с помощью вот этих управленческих инструментов как можно их реализовать решить эти задачи и достигнуть желаемой цели вот сейчас я вам тут представлю ну как вот некую честно скажу упрощенную картину инструмента управления Международной космической станции вот вы видите в верхней части собственно Международную космическую станцию дальше несколько аппаратов снабжения довольно долго здесь был аппарат установлен шахтом но сейчас американцы посчитали их плата тоже небезопасны и с точки зрения пилотерных полетов мы можем двигать только нашим кораблем союзом очень часто пишут газеты о том что это разработка 60-х годов это все врань но дело в том что нынешний корабль союз даже по своей архитектуре не похож на тот корабль союз скажем так конца 60-го начала 70-го годов совершенно разные аппараты совершенно с другим интеллектом и надо сказать что некоторые вопросы допустим манерности подъема высоты корабль союз существенно восходит космические аппараты допустим серии шатт или аполлон вот есть несколько аппаратов например очки правого верхнего угла это аппарат который доказывает гипоти вот видите суд джакси я следующий слайд когда открою покажу вам всю нашу международную кооперацию без зрения права мент ну вот допустим корабль лейти слева международной космической станции это аппарат тоже грузового предотвращения нет который выпускает европейская космическая агенция которую мы тоже соответственно прогнули рану драгу он буквально 3-го числа очередневно российский провал нашей станции это американский корабль тоже грузовой корабль в котором возятся только грузы поэтому трех на грузах возятся ну и кроме того есть определенный как бы ну вот ATV дракон естественное крае союз HTV это скажем так объекты управления то есть те космические средства на которых решаются какие-то задачи которые достигают каких-то целей но для того чтобы ими управлять нужно создать некую структуру то что я образно называю инструментом вот эта структура у нас как правило носит такой двойной характер есть наземная структура наземные контуры управления не то что на земле так сказать синяя белого плана и есть так называемый спутник между контур управлением то есть данная для вас создается специальный космический аппарат который очень часто летает над своих космических армитрах и по сути дела являются неотъемлемым и частью таким элементом контур управления для достижения основной цели вот этот аппарат который называется TDRSS Телеметри Dynamic Research Satellite Space Satellite значит это аппарат который непосредственно не принимает участие в снабжении Международной космической станции в решении каких-то задач это аппарат именно такого второстепенного назначения который обеспечивает спутник и канал связи обеспечивает непрерывность наблюдения определенную скажем так прозрачность той техники которая их управляет а вот смотрите международная кооперация когда речь идет о сложной технической системе то конечно объединение церкви понятное дело огромные миллиарды сейчас строительство международной космической станции оценивается это что 20 миллиардов долларов это дорогая лаборатория на обите и дорогой объект управления но вы видите здесь достаточно много международных организаций и будут их перечитать просто если с востока до запада от Японии до канавы которые все на орбитальном предке таким образом подключаются к решению задачи управления космическими аппаратами аппаратами вот для чего вообще все это нам я постарался буквально где-то сегодня с утра для изображения слепить вот такой слайд где из разного рода наших идей для чего мы все таки хотели бы лететь надо для того чтобы лететь надо управлять но первое надо всегда иметь какую-то истину недавно в Челябинске произошел вот в Десарблянске метеорит вы прекрасно понимаете если мы очень долго учились управлять и предсказывать решать проблемы управления для аппаратов которые летят со скоростью 8 кг в секунду этот Челябинске метеорит летел по некоторым прикидкам со скоростью около 20 кг в секунду в три раза практически выше с такими скоростями конечно очень трудно предсказывать показировать поэтому никто не это проблемы в случае глобальной катастрофы ему всегда надо учиться теоретически и рассматривать поэтому я считаю что обязательно нужно думать о каких-то запасных дополнительных резервах планетах на которых можно было бы создать достойную для человечества среду орбитания это кажется фантастической идеей но тем не менее эту идею можно ставить можно продумывать операции путям решить но престижная для меня лично это не пустые слова это действительно очень удобно стратегические преимущества вы прекрасно понимаете что не только исследования сложные технологические решения сложных технологических проблем это вещь всегда очень полезна не только для того предмета во имя которого что-то делать но допустим косвенность весьма агрессивная среда холодно от минус 200 градусов до плюс 180 градусов такие перепады температуры глубокий вакуум вакуум но последние исследования космических аппаратов Пюргенс и Гассини показали что порядка кубических метров космоса содержится около шести атомов около шести атомов как правило водород так вот это количество представьте себе каплю воды и вы ее растянули до объема земли вот это разрешение настоящего истинного космического пространства конечно это ну скажем так весьма агрессивная среда и для того чтобы решить какие-то задачи в этой среде нужно создавать довольно сложную технику развивать довольно сложные технологии ну и решать самые серьезные передовые научные проблемы после того как вы создали такую казалось бы не очень актуальную вещь для кого это кажется на земле проблем хватает давайте мы просто подождуем оказывается что вот эти решенные проблемы во имя решения задач при освоении космических пространств можно очень эффективно использовать в других традиционно отстающих технологическом плане ну так скажем может быть даже в каких-то рутинных областях наук когда создавали в погоне скажем так за американскую философию наш космический аппарат философию было создано огромное количество самых разнообразных технологий ну и вот эти технологии весьма эффективно используются сейчас в народном хозяйстве клей очень эффективный теплозащита очень эффективная ну казалось бы такое имеет отношение клей который клеит подошку в нашем квартире оказывается права родители этих клеек это те клеи которые клеили теплозащитные клинки ура какого имеет связь весьма эффективная теплозащита допустим кондиционера или холодильника оказывается впервые такая легкая теплозащита была создана в интересах скажем так космических полетов но я уже не говорю об обмене информации а ее так сказать комплексирование то есть очень многие сложные задачи которые были решены в интересах может быть работа читающих не очень так сказать нужных космических полетов внедрены весьма эффективно и серьезно внедрены в другие области промышленности действительно достаточно много серьезных фундаментальных работ научных ведется именно на борту ну да международной космической станции на борту автомата понимаете ну во-первых микробравитация на земле ее практически длительный период получить невозможно есть специальные там шахты мачты где бросают это все полеты самолет максимум 20-25 секунд бывает и то не очень чистой невесомости такой микрогравитации как мы говорим в условиях космического полета это в общем-то достаточно хорошая невесомость чистая которую можно получать много интересных научных результатов ну скажем таких как технология космическая для получения новых материалов новых цифров микроэлектроника кстати очень серьезно обманула для к примеру получения разного рода чипов микроэлектронных значит элементов разных элементов благодаря применению тех материалов которые будут получены в условиях космической комиссионности ну вот например такая вещь как обслуживание уникальных землепоизводств нужно посылать на солнце радиоактивные отходы и тем самым решать две задачи с одной стороны освобождать землю от разного радиоактивного градуса с другой стороны пополняет Иисус значит пополняет Иисус космического мы все время говорим о космическом полете а что это такое космический полет я тут хотел бы более подробно остановиться дело в том что очень часто многие считают что космический полет это перемещение космического аппарата в пространство действительно это одна может быть важная но не окончательная составляющая космического полета дело в том что в процессе космического полета происходит постоянное выполнение хромологических последований происходит выполнение полетных операций ну допустим мы должны вывести космический аппарат на орбине это операция перейти как бы ракета выводя с началом так называемом опорную орбиту то есть только бы остаться на орбите вокруг земли не упасть на землю согнаться до скорости 7700 метров а следующее это как бы вы должны перейти на опорную орбиту то есть орбиты которые может уже работать рабочее орбите это тоже определенный набор операций стыковка космических аппаратов это тоже некая полетная процедура некая операция которая предполагает строго определенные последовательности каких-то действий ну и там выход из космонавтов предполагается и так далее значит как мы на все это дело можем воздействовать ну безусловно поскольку космический аппарат находится весьма далеко от нас прежде и очень важно чтобы космический аппарат имел сам свой собственный интеллект то есть речь идет о чем что вы можете за ним не уследить могут произойти какие-то непредвиденные смещения изменения какие-то агрессивные события и вы должны создать определенный интеллект определенный мозг в этом космическом аппарате а то либо мог бы сам в определенной степени каким-то образом бороться с возникшими возмущениями этим комплексом является так называемым портовой комплекс управления но здесь десятки кубики цельные машины бусы устройства служебные системы и повторяя лекция такая прелюдия только чтобы пойти в тему так вот бортовой комплекс управления его основная задача это как мы иногда говорим держать душки на макушке все время обслеживать панораму внешних воздействий каких-то приятных внутренних каких-то отказов бортового комплекса есть логика она не очень развита но тем не менее понимают в каких случаях бортовая система отказала нужно переключиться на какие-то резервы в каких случаях у вас достаточно располагаемого времени для того чтобы бороться с этой проблемой обратиться за консультацией к земле а в каких случаях располагаемого времени практически нет дальше есть внутренний диагноз то есть если бортового комплекс управления каким-то образом смущается не доверяет работоспособности той или иной бортовой системы он может провести некую программу какую-то диагностику то есть создать искусственно созданное раздражение например есть такие системы управления ориентацией они как правило состоят ну вообще многие системы состоятся такие есть какая-то датчика аппаратура которая говорит где что чего где свет где темнота где угловые скорости и так далее это датчика аппаратуры посылает определенные сигналы в блок логики цифровую машину из этого блока логики выходят какие-то управляющие воздействия на системы исполнительных органов ну допустим вот есть какие-то датчики ориентации есть какой-то блок логики который этими датчиками ориентации как можно перебирать из этого блока логики и цифровой машины идет сигнал для того чтобы ты переместил эту точку отсюда сюда точка имеется ввиду объект управления то вы должны выдать двигателю или каким-то исполнительным органам такой сигнал ну и обратная связь датчик говорит да сигнал прошел двигатель отработал и я действительно перемещаюсь так вот внутренняя диагностика частенько может что делать допустим с помощью микроинкруса что-то не доверяет либо датчик не доверяет либо двигатель не совсем так работает и он блок логики берет и допустим этот датчик выключает и смотрит идет сигнал он же выключает но это не должен он и делает значит что-то не пункт или наоборот датчик работает а что-то не очень понятно происходит в системе исполнительных органов двигателя там дается микроимпульс на этот двигатель причем как правило на пару двигателей которые друг друга должны погасить для того чтобы не было каких-то это знаете все время когда я в конце 60-х годов оказался в нашей организации была такая вот милитаризация космоса мы создавали космический аппарат с пушкой для этого было две пушки одна пушка стреляла предполагаемого противника другая стреляла синхронно тут не было отдачи так что здесь нужно чтобы обязательно было два двигателя которые один дает импульс другая его полирует и в принципе это бортовой комплекс управления будет не настолько создать на борту с достаточно маленькими расходами электроэнергии достаточно с малыми весами несмотря на миниатилизацию нашей техники тем не менее это объемное но не настолько объемное какое можно было создать на земле таких ограничений связанных с космическими полетами, это вот как бы одна составляющая. Тогда составляющая, в частности, собственный экипаж — это определенный интеллект, который все время подписывается, подпитывается рекомендациями Земли, и он, по сути дела, более быстро может воздействовать на те или иные ротовые системы. В экипаже есть какое преимущество? Вот я вам уже говорил, что если наземные кнопки управления, мы вот опять вернемся к нашему примеру, когда допустим собаку Лайфи, то это эфир с его помехами, это доплет с его смещением. И когда речь идет об огромных количествах команд, как бы они не были застрахованы, как бы они не были зарезервированы, как бы эти команды не были задублированы, специальным образом упакованы, помехы защищены, тем не менее, к сожалению, достаточно часто бывает так, что ты эту команду отправляешь в далекий путь, быстро летящего аппарата она не доходит. Вот это его, так сказать, проблеме экипаж полностью лишен. Дело все в том, что после того, как мы с ним поговорили, после того, как мы ему написали портовую документацию, обучили его определенному полету, он уже, в общем-то, работая либо на компьютере управляя, так сказать, бортовыми системами, либо просто элементарно нажимая кнопку, он уже работает с этим объемным направлением, как мы говорим, по ней, по проводам, по, так сказать, оптическим проводам и так далее. То есть это не только вот плохой выставляющий именуемый эффект. Ну вот, собственно говоря, так называемый конкурс управления полетом космического аппарата, объект управления – это, собственно, аппарат, экипаж, бортовой комплекс управления и наземный комплекс управления. Дальше. Вот, по сути дела, так мы сейчас создаем вот эти вот наши перспективные космические аппараты, один из которых, буквально, прилетит в конце марта, 29 марта, союз новой перспективной системы автоматической управления. Сложно управлять, но вот я только пытался представить, в чем же заключается эта сложность. Ну, во-первых, большое количество операций. Операции, которые выполняются космическим аппаратом, большое количество управляющих воздействий на торговые системы, большое количество наблюдаемых параметров, количество алгоритмов обработки и так далее. Сложность юбористической схемы полета. Я еще раз вернусь к законам Ньютона о гравитационном уходе Земли. Дело всего в том, что, ну да, действительно, Ньютон определил законы гравитации, при этом всегда умалчивают, что это такое гравитационное поле Земли. Но, тем не менее, мы находимся в гравитационном поле Земли. Космический аппарат летает в гравитационном поле Земли. И когда речь идет о, так сказать, разного рода баллистических схемах, весьма точный. Потому что нужно с определенной точностью выводить на свои волки, с определенной точностью, допустим, осматривать Землю, с весьма высокой точностью решать задачу стыковки подмета одного космического аппарата, другого космического аппарата. Вот тут проясняется, что наших точностей, в общем-то, существенно не хватает. Существенно не хватает. Мы иногда говорим, вот с нашими баллистиками мы летаем по буграм. Понимаете? Но когда начинаем гравитационное поле и этот потенциал вообще-то, то вот сейчас мы, по сути дела, имеем, ну, порядка, мы работали с разложениями. Но дело все в том, что для того, чтобы решить довольно сложную баллистическую задачу, необходимо быть неможенным поступать. Нужно все время идти от сложного, вернее от серьезного, но все время идти менее и менее серьезного. То есть вот в это время идти гравитационное поле Земли, это очень существенно, да, вот в этом плане. Кроме этого, у вас есть Луна, это выращается в поле Земли, которая видоизменяет гравитационное поле Земли. Надо это учить? Надо это учить. Есть такое понятие, может быть, немного неслышанное, бразильское аномали. Дело все в том, что довольно много плотности Земли, много магнитных руль располагается в районе Бразилии. Вот одним словом, когда все это посчитать, оказывается, что гравитационное поле Земли вещь весьма неравномерная. Мало того, она все время меняется. Мы летаем по буграм. А если еще на это наложить, так сказать, разную погоду, разную солнечную активность, и при этом видоизменения атмосферы, то она вспыхает, то она уплотняется, то еще что-то такое. То есть здесь вообще пулистические задачи становятся очень сложными. Пулистические задачи, когда оно движение. Я еще раз повторяю, сложно, когда речь идет о очень точных наведениях. Ну вот, например, у нас есть так называемые астрономические исследования, когда мы исследуем определенные звезды, мы оказываем тени Земли, начинаем исследовать звезды. Я думаю, что математики, наверное, знают задачи, когда вы должны более, так сказать, эффективным образом пройти по всем точкам. Ну, я сейчас повторяю, время в космосе ввести рога, потому что сам космический аппарат работает. И вот вам нужно с точностью до нескольких угловых минут, ну, там, пяти, десяти, иногда четырех половых минут, вам нужна определенная измерительная аппаратная пройти по, так сказать, объектам в вашем исследовании. Поэтому, конечно, вот эту пулистическую схему считать довольно сложной. Много правил планирования и довольно много мечтает ситуация. И вот особенности. Прежде всего, конечно, это безопасность. Безопасность не только пилотов, не только людей, но и безопасность эксплуатации такой гражданской системы. Потому что, как мы говорим, в КС, за сотни миллиардов долларов, с ума сойти, все сделано с людьми, которые будут повинны, в том, что детские, там, кто-то сквердясь, они поломали такую сложность. Ну, хорошо. Ну, вот, смотрите, конструкции сложные. Много бортовых систем. Каждая система состоит из десятков, сотен приборов, агрегаторов. Огромное количество этих приборов, вот, все подорастает. Это своеобразные пирамиды. Элементы. Связаны системы сложным образом. Очень сложно. Огромное количество приборов. И, наверное, это постоянные переборы. То есть, вот, я не знаю, допустим, 500 приборов, тысяча элементов в этих приборах. Вот, 500 тысяч разного рода переборов комбинаций вы можете иметь для управления тем или иным, то есть, аппаратом. Вот, сложным образом. Ограничный бортовых ресурсов. Ну, я уже говорил о том, что, к сожалению, система получения энергетики в космосе достаточно сложная, дорогостоящая. Солнечные батареи, вот, в Союзе они тут показывают, по-разному на корабль, и энергии надо пилить. И, наверное, надо пилить, что, ее вообще-то надо быстро пилить. Ну, от этого особенно. Вот. Большое количество самообразных полезных науков. Ну, и в Союзе. Ну, высота сейчас несколько больше. Впереди Апогея высота где-то около 450 км, но жилой объем – 837 кубических метров. Я подчеркиваю, объем не площадь, как на Земле, а именно объем. Потому что, в принципе, компоновка любого сложного космического аппарата предполагает наиболее эффективный компоновка. То есть, речь идет о том, что мы должны расположить обязательные приборы так, чтобы они достигли максимального желаемого результата. Ну, я скажу так, что на станции, допустим, «Салют-7», на которой я первый раз летал, это был 1984 год, я 8 месяцев расстал на каталоге. Замечательный сядет. На станции «Мирно», на которой я потом через полтора года летал, когда были первым экипажем, я спал в споре, как лошадь. Значит, у нас были каюты, да и сейчас международные космические станции довольно много кают. Но, поскольку невесомость, они совершенно не ориентированы относительно того, что мы говорим, квадратных метров площади, конечного пространства и так далее. Спальные мешочки вы располагаете как угодно и замечательно вдыхаетесь. Но 800 кубических метров, я вам скажу так, что первой нашей станции орбитальной был объем 80 кубических метров. То есть, вот вы видите, это на порядок больше. Ну и масса, почти 400 тонн, это тоже весьма существенная масса. Это объект управления, у которого, как вы видите, огромное количество модулей самых разнообразных. И российские модули, и американские модули, и модули японские, модули европейские, Колумбус. То есть, с одним словом, это весьма сложный аппарат, такой достаточно объемный и управляемый таким распределенным методом. То есть, я еще так повторяю, и мы начинаем управлять в Японии, допустим, в витках по, так сказать, относительно движения, затем передали в Россию, Европу, Америку, Канаду и так далее. А вот количество полетных операций. Я просто, прежде чем, так сказать, рассказывать о том, как и что происходит, в нашей магнитарной атмосфере. Вот был объектальный комплекс МИР. Это с 1986 года до 2001 год до 2015 лет. Значит, количество операций – это те операции, которые эта станция способна проводить. Значит, начиная в 1986 году, все равно 500 операций – это почти ничем. Закончили с двумя тысячами. Траблетальный комплекс МИР – 90 тысяч полетных операций. Стыковых, перестыковых, газоправых, выходных, других экспериментов, например. Совершенно четко и понятно, что с такими объемами информации, ну, невозможно без очень развитого иноземного инструмента, развитой вычислительной техники, мощных программных обеспечений, невозможно, так сказать, общаться. КПИ. Ну, КПИ – это просто мои помощники, как мы написали. На самом деле, это командная программная информация. То есть, вы определенным образом… Дело все в том, что вот, когда запускали, допустим, ну, даже Юрий Алексеевич и Гагаль, командные земли подавались следующим образом. Нажималась кнопка, формировался какой-то электрический сигнал, который потом преобразовывался в радиусигнал, который потом прилетал, ловился приемными устройствами, антеннами, приемными устройствами космического аппарата, вот, тока. И реализовывался какую-то, так сказать, акцию. Ну, допустим, включался какой-то двигатель. Этот двигатель включался, начинал работать и, так сказать, для этого всего было достаточно. Следующая задача. Значит, оказалось, что, конечно, выдавать вот такие вот команды одноразовые – вещь, ну, достаточно неправильная. Дело все в том, что, ну, команда может пройти, может не пройти – это вещь, ну, такая, скажем… Поэтому, ну, нет, что такое. Речь идет о том, что эфир – это очень плот, и помехи, и так далее. Поэтому стали делать обобщенные команды, то есть определенную логику. Ну, вот представьте себе, что вам нужно достичь какой-то цели, и для достижения этой цели вам нужно что-то включить, что-то подогреть, какую-то жидкость протолкнуть в какое-то другое, и так далее. Вот эта вот последовательность операции – она всегда одинаковая. Вот эту последовательность берут и зашивают таком, как одну команду с определенными, где прививаются оттяжки. По этой команде сначала продавая автоматически включают этот прибор, потом этот, потом он, потом этот. Эти команды получили название обобщенных команд, ну, и стало понятно, что уже как-то можно меньше нагружать то, что они завоевали. А дальше пошел в связи с внедрением в цифровую технику уже, скажем так, командно-программную информацию. То есть вы, вот мы сейчас в Народной космической станции как управление. Мы стараемся, что владеетик и пашет максимально в количестве, так сказать, максимально рутинных операций. Они не должны следить за средой обитания, когда должна делать себя. Они не должны следить за сеансами связи. Они не должны следить за баллистической обстановкой. Они не должны и не могут следить за, так называемым, безопасным продвижением по орбите. То есть, есть такое понятие манера выполнения космического мусора. То есть сами не смогут. Сами не смогут. Это все делает автоматика с помощью определенных. Дело все в том, что мы определенным образом понимаем все наше пространство космическое. Есть такое понятие центра контроля космического пространства у нас в Америке и в Европе. И мы достаточно хорошо, ну, надеемся, что достаточно хорошо знаем вот эту окружающую среду, так называемую мусором. И поэтому, значит, в тех случаях, когда мы видим, что мы, оказывается, там есть место пришло, как обычно, красный, желтый, зеленый. Если мы находимся в зеленом, все спокойно. Желтый уже ручки не могу, что красный, значит, понимаем, интересный мир. И в этом случае это просто делает некая наша программная, так сказать, вставка, которую мы запускаем, зная, так сказать. И независимо от космонавтов мы, так сказать, делаем определенные маневры, уклонения и минуем вот эти неприятные соударения. Но даже несмотря на то, что мы перечняли отразовую команду, обобщенную команду, команда программной информации, то есть, по сути дела, написание программ, вот видите, когда все со страшной силой растет. То есть, уже вот около миллиона четырехсот тысяч слов программировали в 2012 году. Это только для управления самой Международной экономической станцией. Дальше. Ну, я так понимаю, что я несколько раз уже говорил о том, что сама процедура управления, мы к этому будем несколько раз обращаться, это, как правило, принятие какой-то программы действий для достижения цели, и потом получение ответа. Получили мы желаемый результат или нет? Причем, желаемый результат на самых разных уровнях. Желаемый результат на какого-то оборудования, на какого-то элемента, на какого-то прибора. Вот эта вот обратная связь, информация о получении, это так называемая телеметрическая информация. Телеметрическая, потому что она, так сказать, элементами телеметрии передачи некой информации с объекта управления. Огромное количество телеметрических параметров, вот видите, тут 140 тысяч даже. И вот, как все это изобразие растет. Конечно, со всеми этими объемами мы можем, так сказать, только с помощью цифровой телеметрии. Ну, это вот, так сказать, мы же движемся, да? Транспортные средства, орбитальная инфраструктура, межпланетные транспортные системы. Вот смотрите, какая картина получается. Везде, в общем-то, определенные особенности управления. Транспортные средства всегда как-то сопрещены с располагаемым временем. То есть мы должны доставить, транспортировать из одного места к другому. Располагаемое время мало. Это заложено в самой конструкции. Она работает только 10% времени рабочего, когда транспортируется, а потом, состыковавшись с каким-то причалом, корпусом, базой, как угодно называйте, находится в режиме консервации, уже не работает. Поэтому, конечно, раздувать там какие-то мощные средства, энергии, теплообъемы нецелесообразно. Поэтому для управления нужно всегда иметь определенный набор программ. Если у вас возникают какие-то проблемы на высшем таком, номинальном, нормальном уровне, вы всегда можете опуститься вниз, как мы называем, на подложку, и пойти уже по другой, ранее проработанной программе. И очень неприятно, мы очень не любим такие случаи, когда оказывается, что внешне возмущающие воздействия нас загнали на такую, ранее непродуманную нам их программу. В этом случае приходится работать действительно в очень дефиците времени. Вот когда я буду вам рассказывать на одной из лекций в разном роде нештатных ситуаций, я буду говорить, что нештатные ситуации действуют на два мощных класса. Это расчетные нештатные ситуации и нерасчетные нештатные ситуации. Расчетные – это то, о чем я вам говорю. Сваливайтесь на какую-то подложку в ранее испытания. То есть вы заранее продумывали. Или раньше, при результате каких-то наземных испытаний у вас возникли такие неприятносты, вы себе сказали, давайте мы, знаете, продумываем заранее здесь и сделаем. И когда вы с этим сталкиваетесь, у вас уже все наиграет. Это играет, это не играет, это играет быстрее. Когда у вас возмущающие воздействия, которые вы определенным образом не смогли смоделировать на Земле, а космос на Земле, я вам уже говорил, практически невозможно наделить. Возникли какие-то серьезные возмущающие воздействия, которые вывели вас в отказ, о котором вы даже не предполагали, вот тут вот, в условиях особенно дефицита времени, связанных с тем, что у вас не очень велики ресурсы транспортного корабля, вам нужно действительно проявить, так сказать, немыслимую изощренность, сообразительность, живые мозги, как мы говорим с тем, чтобы выбраться из этой ситуации. И это предполагает интенсивное взаимодействие экипажа автоматики с Центром управления поля. Так, для того, что мы говорим, международные космические станции или просто какие-то классы. Сейчас мы планируем строить станцию, которая бы являлась некой станцией создающей. То есть, по определенным элементам нового вводения в космос на эту станцию, ну, допустим, элементы марсианского корабля. Так их сложно, а тут мы выбрали другую сумку, и там бригада испытательных испытала, проверила, собрала разного рода искополезный мозг, то есть создала некий структурный блоков космический аппарат. Дальше проверил, протестировал на этом полигоне орбитальной группировки. Затем прилетел экипаж, сел на этот корабль, который был достроен, достроен и испытан уже в условиях космоса, и полетел на Марс, на Луну, куда-то дальше. При этом вот в этой орбитальной инфраструктуре уже здесь видно функции планирования, управления полетом. Все это находится на ключах центра управления полетом. Ну и вот, как мы думаем, разного рода перспективных межпланетных транспортных системах, разного рода автоматических аппаратов, то есть здесь уже, конечно, очень многое должно находиться на плечах бортового контура управления. И Земля, допустим, в таком межпланетном полете, имеет возможность только списать с бортового контура управления ту информацию, которая там есть, эту информацию определенным образом переизменить, подправить, улучшить, записать туда какие-то новые задачи, которые на этом очередном этапе нужно сделать, и опять эту пачку поставить. Потому что вот эта процедура преодоления вот этого устояния, она, конечно, значительная. Потому что, ну, даже так, не очень далеко для порота на вас, все это занимает там десятка минут. Ну вот, это как бы наши предполагаемые задачи. А это вот, смотрите, такая вот интересная мегаинфраструктура получается, которая, по сути дела, все время мировое сообщество разделяет. Вот мы с вами находимся на поверхности Земли. Ну, все это, кто использует. Вот на поверхности Земли мы создаем определенные ракеты-носители. Мы уже с вами говорили о том, что энергетически самое сложное и самое дорогое, к сожалению, это вырваться из путь тяготения, разогнаться до обитания скорости, оказаться в условиях несомости. Но здесь вот уже, видите, можно на рабочей околоземной обиде создавать некую такую уже промышленную индустриальную инфраструктуру. Такую инфраструктуру, которая позволяет, ну, скажем, решать очень серьезные задачи. Ну, я уже говорил, допустим, устроить новый космический аппарат из блоков, которая позволяет чувствовать себя достаточно безопасно. Это тоже очень важно. У нас при полетах на орбитальные станции есть какие-то... Мы действительно держим некий корабль спасатель, мы прилетели космонавты, а корабль спасатель причален и, так сказать, в законсервированном состоянии. Если что, в течение буквально минут космонавты могут раз-раз-раз и разрезаться по своим лодкам. Но возникают неприятности, ну, не дай бог, могут возникнуть неприятности, когда собственный корабль спасатель оказывается неисправен. Ну, там, чисто теоретически не тянет по полу, но не будет. Ну, в данном случае вот такая вот развитая инфраструктура международно-космической станции, связанная со средой орбитания, когда много резервов подачи кислорода, много резервов обеспечения пищи, водой, съемок, публикистового газа, и так далее, позволяет использовать вот эту вот, вот эту, так сказать, станцию орбитальную как некую спасательную базу. То есть в какой-то момент, можно сказать хорошо, ладно, мы не пришли из этого корабля спасения, но у нас настолько мощная, развитая инфраструктура среды обитания, как мы говорим, что мы пришли в автоматическом режиме. Такие случаи были. Привезем новый корабль, ну, допустим, в Союз, который в автоматическом режиме прилетит, а у нас в России все корабли могут летать в автоматическом режиме абсолютно без пилотов, и так далее, будет очередная штука. А пока, это вот несколько недель, несколько месяцев, мы будем использовать эту станцию как некую базу спасения. Ну и дальше вы смотрите, принимаясь выше, около земной орбиты, потом орбиты вокруг планеты, это тоже очень много интересных точек, ну, я не знаю, может из многих сложности, есть такое понятие геостационарный орбиты, это орбиты рядом около 40 тысяч километров по высоте и квадраты, когда космический аппарат определенным образом зависает на той или иной поверхности Земли и может осматривать, так сказать, сферические 180 градусов поверхности Земли. То есть одно, когда мы смотрим, один геостационарный аппарат, а вторую половину – другой. Но лучше, конечно, запустить три аппарата под 90-20 градусов, и таким образом будет. Довольно интересные точки в районе Луны, например, ну, я уже тут говорил, третьего уровня – это поверхность планеты, поверхность Луны под спутником, который в нем замещает в какую-то другую планету, такого спутника нет. Так что вот видите, это некая, как сказать, какая-то уже инфраструктура. Ну и вот завершая, я там выложу, что это 15, завершая, я просто вот хотел вам показать, вот этот вот квасарный матер, 240 метров, вот что здесь сейчас представляет международные космические станции, вот видите, максимальный размер 70 метров, и если мы говорим о каких-то планетах, экспедициях, допустим, галатюровых, то вот такой вот проект, он у нас совсем недавно был как рассмотрен, признан в перспективность солнечными электродвигателями, правда сейчас очень популярен еще один проект, связанный с некоторым аэродной установкой, но, так не менее, вот эти вот размеры будут. Ну, я вот сейчас бы думал все-таки, наверное, завершить, как бы, но, хотел бы послушать ваши вопросы, вот я специально оставил там память 15-20 минут, вечера, повторяю, хотелось бы, чтобы был диалог. Я, как-то, да, пожалуйста. А можно сказать, что это начало? Ну, как бы проходить зачет, не знаю, этого спонсора, чтобы сказать. Я, вы знаете, я с удовольствием не устал, что он будет. Мне было сказано, что, вы знаете, Владимир Алексеевич, здесь вот 10 лекций, это мешокуртецкий такой вот вкус, значит, и... Кто-то мог это рассказать и журналистам, и юристам, и математикам, вот, там, управлять космическим полетом. Но я старался это сделать. Хотя дальше, конечно, вы прекрасно понимаете, что все больше и больше будет уклонно такой математическо-физическим продукционным, логическим. А я думаю, я не знаю, как будет проходить зачет. Мы подробуем. У нас еще нормальная мельница. Естественно, войдите. Давайте по существу. Так, пожалуйста, молодой человек. Да. Ветеральная техническая станция оборудована на полиции. Система в указах, в случае, чем 5-10 раз. Ну, понимаете, можно считать этой вот системы эвакуации транспортных кораблей «Союз». Дело в том, что сейчас там находится 6 человек, работают на этой станции. У нас достаточно много причалов, где мы размещаем обязательно два корабля «Союз», каждый из которых будет 3 человека. Обязательно размещаем несколько грузовых кораблей «Прогресс». Мы каждый год выпускаем 4 «Союза» и 5-6 «Прогресс». И там по временам мы схемы, где изменяем, что-то подобное. Это вот этот «Космический корабльный союз» — это «Союз» — это ужасно спасательную лодку, которая находится в законсервированном положении. Если возникает какая-нибудь чрезвычайная ситуация, ну, пожар, герметизация, допустим, какие-то серьезные вещи, но, к сожалению, они бывают. Пожарные взрывают, я сам по развиваю эти станции. Поэтому вот, в общем-то, ты имеешь возможность, если не получилось справиться или ликвидировать все это, то, значит, человек может занять место в пускайном корабле, в пускайном параде «Союз» и в «Союзе» — спокойно. То есть, ради вашего выполнения времени дал ездить в пускайном корабле? Да, в другой момент времени на этом корабле есть необходимая информация для возвращения в то место, где тебя найдут. Вообще, если вы призываете в Тихий океан, там диктенка для найдут. Это первое очень важное. Машина цифровала, она все время считает, в какой момент точке неходясь на армите, вы должны вернуться на Землю, на то место, где вас ищет перестол спасательных служб. Второй момент. Есть определенный набор, так сказать, ну, что ли, компенсирующих устройств, которые поддерживают нормальное давление, нормальное состояние атмосферы, с тем, чтобы вы могли преодолеть этот путь от момента возникновения этой неприятности, да, пожара, до вашей спасательной службы. Да, пожалуйста. А как часто нужно надеяться в техническом управлении, в том смысле, что? Победа не всегда представляет. Ну, вопрос немножко не относящийся к технику управления космическими полетами. Дело все в том, что, да, действительно, невесомость – это речь такая весьма, ну, как бы, расслабляющая, и, так, манитивно, агрессивно воздействующая на его организм. Поэтому важный день у нас со времен еще, наверное, Виталия Ивановича Севастьянова в середине где-то 70-х годов, есть специальный набор физических упражнений, есть специальный набор средств, композиционный, можно признать, есть такие противоперегрузочные костюмы, вот некоторые тогда, с помощью которых, по-своему, поддерживают такую нормальную конденсию, чтобы не вернуться инвалидом. Так, пожалуйста, девушка. А вот, вы знаете, что ими случилось в городе Иванович? Это вызывало корабля, в которой в воскресенье есть накопался. Почему? Да, конечно. Вопрос, сугубо, технически, по программе полета драконов. Это тот корабль, который полетел 1 марта, и летом марта у него со скаковой. Ситуация заключается в следующем. Это корабль американского изготовления. Мы его достаточно хорошо знаем, потому что у нас есть такой вот партнерский оближайский рассказывает все о космических аппаратах, потому что они являются некой потенциальной угрозой международной космической станции. Но, вы понимаете, если он какими-то неприятностями или отказами, можно говоря, сойдет с ума в непосредственной близости от станции, а такие случаи были, у нас будут проблемы. Когда он неожиданно вдруг включался или еще что-то такое, то у нас есть определенная такая группа, американские ее называют «Советом по безопасности», где мы допускаем определенную такую уже красную зону, ближнюю зону, то что объекты нами проверили. Да, я знаю, там из четырех двигателей оказалось три. Довольно долго происходила процедура восстановления этих двигателей, и после того, как они восстановились, оказалось, что нам достаточно доброго только на одну структуру, которая, по счастью, не была в последствии проведена. То есть, в принципе, он прилетел с ума из последних сил. А как ему так было? Возникли неприятности на самом первом. После выведения, как только он оказался на этой оформной орбите и стали тестироваться эти двигатели, сразу стало понятно. Из четырех двигателей, нормально работающих на Земле, вследствие вот этого вот выведения ракеты на Землю, три двигателя отказывали. Ну, там, два этих двигателя отказывали. Один только по урагу спасали. И исходя из этого, у вас, я не очень понял, про мелькнуло насчет солнечной батареи, я не знаю, что писали в прессе, но их сразу и не раскрывали. Дело в том, что решили, чтобы не было такого мощного аэродинамичного, например, солнечного батарея, складывали динамическое сопротивление, с такой, по-моему, глистической пациенткой, и сначала не раскрывали, сначала разобрались с двигателем, и после этого, когда уже совсем мало, у меня здесь, я сказал, что это солнечная батарея. Проблемы с солнечным батареей не было, но они были. Так, пожалуйста, вот так. Апликанское обещание в 2015 году направить самолёт, куда я бы сам не ездил. Космический аппарат у меня с пассажирами на Марс. Как бы у нас в лесу не выходят? С пассажирами на Марс? С пассажирами на Марс? Ну, вы знаете, это как-то не нашло новое. В 2015 году я ничего не обещаю. Апликанское обещание в комплексе – это не усиливание реального управления, когда мы решили в большинстве предприятий не определяющим. А что, на самом деле, интересно? В первом случае, мы уже моборс, мы их не пытались сами найти, а для того, чтобы это то, что за месяц чая с 18 на протяжении не только подниматься как владелец! У states, а для того, чтобы управляться аппаратами, Ну вот, если я забыл, как есть аппарат, который уже порядка 30 лет летит в сторону, как раз на границе Вольфа. Ну, дело в том, что там источниками энергии являются самые ядерные, ну, так сказать. Вы должны что-то понимать, что солнечные батареи, наверное, максимум дают эти работы. Дальше они не работают, солнца не хватает совершенно. Поэтому, что касается Марса, тут картина какая? Нормально проходят туда команды. У нас же довольно много массоходов по Марсу ходят вокруг, то есть без каких-то, так сказать, реконсляторов. Тут вполне проходит. В том моменте, вы понимаете, набор программ, некого команды программной информации, это, по сути дела, импульс, цифровой импульс, где он, конечно, определенным образом комплектуется на Земле, определенным образом распаковывается в космосе, где там немереная информация, там есть сверхконтрольные суммы, когда, ну, например, достаточно. Тем не менее, эта задача вполне решать будет. Я бы и говорил, на одном из 10 слайдов было, по мере удаления от Земли на бортовое контруправление продолжаться все больше и больше задач. Более глубокая диагностика должна быть, более развитый искусственный интеллект и так далее. Сейчас, подождите, послушайте. Ну, у нас экипаж является непосредственно частью структуры управления космосом. Ну, может, это не очень прилично говорить, но экипаж – это элемент бортовой системы. Хорошо. Тогда хотелось затронуть, как оказалось, просто сказать с тобой экипажем, каждого ребенка на территории постсоветского пространства. А именно, каков рацион космонавтов? Это вопрос, который волнует каждого ребенка. Да надо. Важный рацион? Нет. На армите чем горден? Чем горден? Едой. Нет. Ну, есть определенная особенность, связанная с невесомостью приемом пищи. Вещь идет о том, что, ну, в основном, достаточно сурклезно упакованно, чтобы не летели, так сказать, песчинки какие-то там, крошки и так далее. Дальше, ну, вот я говорю о правлении веса, да? Довольно активно используется, так называемая, сублимированная пища. То есть пища, которая была приготовлена, вкусно приготовлена. В Москве есть такой берелевский комбинат, который как раз он делает эту пищу. Вот. И она, то есть, в определенном, там, в вакууме упакована, такие вакуумные упакованы. Ее, когда достают и начинают, так сказать, в теплой воде, определенном, вон, запаривают. Есть специальный механизм. Довольно вкусная супа. А? Не-не-не, спасибо, что вы. Тюбики делают только на транспортном шресле, только в течение одного сутка. А все остальное, тюбики, это для... для кино. Нет, нет. Ну, они едят. Дело в том, что сейчас летят пузырьки. Есть довольно много холодильных и всяких камер. Они едят свежие пузырьки, дорогие пузырьки. Вы не волнуйтесь, они нормально питаются. Так что... Так, а давайте, все-таки, мне надо говорить о чем я оперативно управляю. Можно так сказать? Можно. Можно сказать, что все отечественные корабли могут жить при группе анатопилотов, да? Да, автоматически. Правильно ли я понимаю, что вот уже отечественные корабли сети и фашку тоже в магическом режиме нет? Или в таких случаях все-таки нет? Нет. Понимаете, в чем дело? Да, действительно. Когда садится иди в фашку и, значит, допустим, для полета на станцию, и для возвращения со станции. В принципе, экипаж, как мы говорили, может держать руки на коленях и ничего не делает. Все сделано за товаром, автопастом и наземным средством управления. Но экипаж сам по себе является определенным резервом, который позволяет в случае каких-то отказов еще раз обращать помехи, допля, какие-то ошибки на земле, возмущения, отказа на той степени. Экипаж, ну, подготовленный экипаж, конечно, должен обязательно иметь возможность вмешаться в неправильно развивающийся процесс управления и вернуть его в нужную русло. И ему повести его в новую какую-то резервную программу по той подложке, которую вам нужно. Так, да, пожалуйста, по поводу девушки спрашивают. А на другой физике программируется, включая программируется? О, понимаете? К сожалению, языков достаточно много. Но вот, как правило, мы должны вместе с американцами использовать платформу ORAC, да? Но дело все в том, что язык программирует должен быть удобным. Бортовые системы огромные многообразия, и они, ну, все требуют разного подхода. Есть бортовые системы, у которых, там, допустим, на шаге программного счета, там, допустим, 300 миллисекунд. Вот за эти 300 миллисекунд можно, чтобы программа обеспечена разработана программой. Вопрос связан с ориентацией. Используется один подход. Есть, допустим, программы управления тепловыми процессами. Это не для этой программы, ну, сами понимаете, тепловой процесс. Там, я не знаю, подогреть, охладить, убрать воздух из атмосферы. Там другое подход. Поэтому, к сожалению, вот такой вот, как мы и много раз говорили, зоопарк языков. Когда мы начинаем говорить о управлении, допустим, полезной нагрузкой. Ну, любая наука, это всегда на пол статистики. Если вы один раз посмотрели, я не считаю, ничего не увидели. Довольно много экспериментов, да? И вот первый эксперимент. Для чего нужно вообще пилот в космос? Или исследовать в космос? Ну, во-первых, к сожалению, не всегда можно предусмотреть как ту атаку, которой подвергнется тот или иной прибор. Потому что они все весьма индивидуальны. И очень часто, к сожалению, нормально работающий научный прибор на Земле после выведения на ракете не работает. Вот он только что работал, 10 минут активно участвует в этом разгоне до 8 км в секунду, достижение орбитальной высоты, и он не работает. Что дальше делать? Вместе с этим прибором ввезется набор зипов, запасных разных вещей. Садится космонавт, подчеркивает подготовленный, вместе с этим запасным прибором, и, значит, на Земле специалистов разработчиков приборов. Как правило, все приборы, подключение какой-то флешки, компьютера, и смотрится диагностика, чтобы он не поломал. И этот человек на Земле говорит, «Коля, космонавт, у тебя вот сейчас вот это дает». Тогда выдергивай пятую плату, перевези по пятую плату и встать на место. Что у тебя сейчас? Вот это я делаю. Бери вторую плату, ее менять в третью, а вместо третьей ставить шестую. И начинается такое с юстированной отработки. И, в конце концов, прибор начнет работать. Дальше как? Ведь в конечном итоге этот прибор нужен не для какого-то, так сказать, любопытства. Для того, чтобы потом этот прибор отработал, поставить его как автомат. Значит, если он на автомате вот будет отказываться от работы, то вы запустили, потратите деньги на расчетку, он не работает, вы по обратной информации по телевидению, что-то поняли, что у вас не работает, то есть запустили второй прибор. Это жуткое количество денег. А через это получается, что вы как-то, в общем-то, его уже в космосе, все те, которые он должен работать, привели к чуду. Ну а дальше оказывается, что весь этот программный продукт, он либо изначально, так сказать, был создан именно под этот прибор, либо в процессе этой юстировки. Его надо доработать. Ну как бы на версию 6 наложить версию 6а. И так как. А ну тут трудно говорить. Так, я обязательно что делаю. Да, пожалуйста. Делаю, что не могу. У меня такой вопрос. Современная, международная космическая истанция, у меня есть какой-то срок службы имеется, когда она может найти. Ну, понимаете... Какой срок срок? А? Ну какой срок, и чем это надо срок? Дело все в том, что, в принципе, действительно, в своем время, когда космическим аппаратом, когда я делаю, так сказать, чуть-чуть в начале, срок службы аппарата определялся, ну, допустим, возможностями корпуса, сохранения каких-то уплотнительных резиновых, так далее, возможностью иллюминаторов. Дело все в том, что сейчас проблемы вот ремонтно пригодности для таких долго летающих аппаратов очень важны. Проблемы связаны с заменой, допустим, бортового программы, просто иллюмины. Вот это вот все, если так сказать, то станции мира у нас летал до 15 лет, и, в принципе, с большими финансовыми положениями, наверное, могла бы еще больше. Просто таким финансовым, но страна была в состоянии, потом, очень, достаточно сложной. Что касается международной космической станции, вот сейчас пока подписаны решения до 20-го года, еще в 7 лет. то есть она, начиная летать в 2001, то есть будет летать около 20 лет. Но мы разговариваем, и американцы первые начинают этим сделать, и говорить о том, что ученым впервые будут попадать дорогу в 28-м году. или там еще. Поэтому проблемы, так сказать, пропуск способностей сохраняются. Так, ну я тут... Да. В одной из статей в интернете пять космонавтов, которые вышли нового героя военка, рассказывается про космонавта в горных играх, который участвовал в этой серии, и там говорится о том, что вручную он смог посадить, то есть без всякой автоматики, космический аппарат на Земле. Ну а я вообще не слышу, это каждый космонавт может сделать. в принципе, при отказе всех систем, в самом Союзе, можно вручную, да? В Франции. Это называется ручной режим управления спуском. Это готовит каждого космонавта. Никаких средств в управлении. То есть... Нет, 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 нет. Подождите. Ну, как бы, тормозной двигатель сохранился, то есть без него никто не украл. Ты же не будешь там возить камеру. Должен сохраниться исполнительный орган, с помощью которого, как правило, это же космонавтный реактивный двигатель, с помощью которого вы хотя бы из 7800 метров в секунду сбросите орбитальную скорость на 120 метров в секунду. И дальше, в любом случае, оказаться на Земле. То есть, в принципе, можно вручную какие-то территории, да? Можно, но при этом вы можете легко ошибиться, очень серьезно, вплоть до века. И оказаться в пунктах. То есть, с этим очень ошибки. Но у нас было достаточно много беляев ручной посадки. Беляев на корабле «Лосква», они осуществляли ручную ориентацию и ручную посадку. Но, правда, при этом все вы где-то ходили. Вместо... Так, ну, да. Ну, пожалуйста. Последний вопрос. Можно вопрос? Академисты хронически подошли. Скажите, как вы относитесь к перспективам и к роли в будущем развития частного происшествия, то есть частной компании в рамках какого-то государственного проекта? А вот эти частные компании разрабатывают и отправляют в шансах, которые должны работать на облицах? Ну, вот, понимаете, какая кризис? Я позитивно отношусь к эффективному использованию денег. Вы как экономисты должны принимать деньги, должны работать и использовать эффективно. У нас в стране, к сожалению, вы это прекрасно видите, они очень часто не используются эффективно. Если будет создана такая компания частная, которая сможет эти следствия использовать эффективно, то есть достигать цели нынешних средств, это далеко будет. Вот сейчас, кстати, целая группа компаний в Америке, Space X, так называемые компании, они создают это с натяжкой, можно сказать, что это частная компания. Дело все в том, что изначально государство дало определенных средств, в чем существеннее превышение, чем необходимо на создание того или иного объекта. Вот этот вот корабль пирогон, по которому держится, он, в принципе, ну, как бы создан якобы на частных средствах, хотя на самом деле частных средствах порядка 10-12%. А 88% — это средства нас, которое оно просто взяло и теперь распределило на них с условием, что затем, в течение, по-моему, 25-ти лет, эта компания, получая прибыль построить свой бизнес таким образом, получая прибыль под доставку огорода, допустим, надежную технологическую стручную станцию, будет эти средства возвращаться сюда, в нас, это государство. Если это будет эффективно работать, тогда это Бог. Ну, наверное, да. Я, ребят, что хочу сказать. Еще раз повторяю. Лекция нашей сходности — это такая вот прелюдия, только чтобы войти в тему. Дальше, ну, я, так сказать, все так правильно предупреждают, что мы будем говорить о проблемах планирования космической программы. О проблемах работоспособности портовых систем. Мы будем говорить о проблемах получения телеметрической информации, как она возвращается, как мы ее обработали. О проблемах моделирования, потому что дело все в том, что прежде чем выдавать команды или раздражать каким-то массивом командно-программной информации реальный объект управления, все на Земле, и только у нас в России, работают с моделями. Как они построены, что они делают, мы об этом будем говорить. Дальше мы будем говорить о том, какова вообще, то есть, схема оперативной работы вот этого структуру управления. Что делает руководитель полета, что делает семейный управитель. Потому что любой инструмент — это не только хак и сок, но это еще и люди, операторы. И вот тут возникает тоже масса всяких проблем, которые тоже будут. Так что, о том, что едят космонавты, я думаю, больше не уходим. Все, спасибо вам. Спасибо.